Сегодня мы поговорим о витаминах, влияющих на сердечно-содистую систему, в частности о витамине В1. Витамины это органические низкомолекулярные биологические вещества, которые не синтезируются в организме совсем, поэтому должны поступать с пищей. Они обеспечивают нормальные метаболические процессы в организме и играют большую роль в профилактике и лечении многих заболеваний. По биохимическим свойствам все витамины делятся, мы еще со школы знаем, на жирорастворимые и водорастворимые. Жирорастворимые витамины способны всасываться в кишечнике только при наличии липидов и желчных кислот, а водорастворимые витамины не накапливаются в тканях и их избыток удаляется из организма с мочой. Витамин В1, тиамин, относится к водорастворимым витаминам, является кофактором в реакциях при превращении аминокислот, играет роль в углеводном обмене, принимает участие в передаче нервного импульса. Длительный дефицит витамина В1 приводит к заболеванию под названием берибери. У взрослых симптомы этой болезни включают в себя нарушение работы центральной нервной системы и сердца. Недостаток витамина В1 проявляется весьма неспецифичными симптомами. Человек жалуется на усталость, раздражительность, может у человека ухудшиться память, может нарушиться сон, появится бессонница, может появиться боль в области сердца, тахикардия, одышка, может повыситься артериальное давление, между прочим, и появится отеки. Были ли у вас данные симптомы, напишите, пожалуйста, их в комментариях. А теперь давайте поговорим, что нам нужно есть для профилактики недостатка витамина В1, в каких же продуктах находится этот витамин. Лучшими источниками витамина В1 являются семена, орехи, ростки пшеницы, дрожжи, свинина, овсяные хлопья, цельнозерновая паста, ржаной хлеб, тампинамбур, облепиха, печень, куриное филе, лосось, бобовые и яйца. Восполните свой рацион данными продуктами, и у вас никогда не будет дефицита витамина В. Чтобы определить недостаток витамина В1, необходимо, конечно же, сдать анализ крови натощак. Дорогие мои, если вы сдали анализ, он в норме, а проблемы со здоровьем, особенно с давлением, остаются, я буду рада вам помочь и приглашаю вас ко мне на онлайн-консультацию. Записаться можно по ссылке, которая находится в описании к этому видео. Будьте здоровы и берегите себя. Пока-пока.